Ярослав, ну мы с вами как бы договаривались о том, что с вас и с нас уже хватит политики, но без нее, как видите, не обойтись, поскольку она присутствует в нашей повседневной жизни. Но у нас упор будет не на политику, поскольку в Чикаго, я не знаю, как в Нью-Йорке, а в Чикаго вы знаете как политического обозревателя, который работал на радиостанции 1330 новая жизнь, потом по каким-то, ну не знаю, причинам, если вы захотите, вы можете сказать, хотя это не обязательно, вы сейчас работаете на другой радиостанции, но скажите, вот у меня такой вопрос. Вы, я знаю, наверняка следите за политической ситуацией и вообще за ситуацией, которая на территории находится и Белоруссии, и России, и Украине. Что изменилось с точки зрения журналистики? У власти президент, который находится, ну там, по-моему, Конституции уже там нету, что там 8 лет, это единственная, по-моему, страна в мире, насколько я понимаю, где не ограничено. Вот Куба еще там был, Фидель там сидел, много лет, да. И сейчас это доступно, открыто, вот за те вещи, то, что вас попросили уйти, как-то преследуют, не преследуют, сейчас можно об этом говорить или все-таки ситуация осталась такая же, как и была? Я понимаю, что мы говорим о Белоруссии и о белорусской журналистике, да? В основном, да. Поскольку у нас, да, Минск, Чикаго, Нью-Йорк, города Попотимы. Я скажу другое, как раз я хочу от политики оттолкнуться к более глобальным вопросам, потому что, если мы говорим конкретно о диктаторе, не диктаторе Лукашенко, называйте его как угодно, все-таки он 20-летие у власти отметил. Это 20-летие почему-то отчитали от 95-го года, а не от 94-го, а так 21 год получается. Но там просто был как бы референдум в 95-м году в мае и о проглении срока президентского и о реформе Конституции. И начали отчитывать, то есть год забыли, а год с 94-го по 95-й там было тоже очень много сделано, вот в плане того, чтобы его закрепить окончательно и бесповоротно. А меня беспокоит больше другое. Качество журналистики в Белоруссии не изменилось, на самом деле. Беларусь была традиционно сильна своими журналистскими кадрами, просто они расслоились. Очень талантливые люди работают на пользу президента, правда они, конечно, очень продажны, крайне продажны. И очень талантливые люди работают не в пользу президента, но, правда, их не очень слышно. Вот единственное, что работает там Радио Река, до сих пор агентство Белсад и прочие, которые работают, конечно, в Литве, в Варшаве, но, тем не менее, пытаются на хорошем белорусском языке донести до белорусов, что они все-таки белорусы. Но самое... Я прошу прощения, Радио Река это в Израиле? Или там тоже есть Радио Река? Ой, извините, Радио Рация, я перепутал. Пожалуйста, Радио Река тоже работало, как-то оно на аллитерацию у меня выскочило, да, извините. Вот, Радио Рация, конечно. Но, тем не менее, тем не менее, самая главная, наверное, проблема белорусская заключается в том, что выросло новое поколение, даже несколько поколений из тех, которые не представляют себе, что может быть другой государственный строй. Все-таки, что такое 20 лет президента у власти? Родился ребенок, вырос, и вот уже заканчивает университет, и он знает только одно, что президент у нас всегда Лукашенко. И всегда так было, так есть и так будет. И вот, когда вырастает вот такое вот поколение, я уж не говорю, что мы можем брать с захлестом, потому что те, кому 10 лет, ну, кто себя вспомнит, каким он был в 10 лет ребенком, правильно? Вот, поэтому мы можем брать с захлестом от 84-го года. И это, в принципе, значит, поколение 2 мы уже имеем на фоне Лукашенко, которые знают только одно, что в Беларуси только такой государственный строй, только один президент. И вот сейчас, вот если мы так вот сделаем между собойщик по поводу того, вот кого мы знаем там из российских политиков, да много кого знаем. Знаем и Жириновского, знаем и Пескова, там, много фамилий назовем. Кого из украинских знаем? Назовем Герасченко, назовем Астахова, назовем, в конце концов, Саакашвили, который сегодня губернатор в Одесской области. Теперь, а кого мы знаем из белорусских политиков? Оп! И возникает резкий ступор, честно говоря. Я полагаю так, что готовится смена, у него есть сын, и преемственность поколения, она, так скажем, приветствуется, наверное. Ну, это, да, это шутка. Ну, хорошо, скажите, а как у нас дела обстоят здесь? Ну, здесь можно говорить, здесь нельзя говорить, или нас тоже тут вот так вот как-то закрывают? Можем ли мы говорить у нас на радиостанции, если это можно назвать радиостанцией, это радиоинтернет-портал центра Сангейтс, можно ли говорить вот о таких вещах, допустим, и впрямую, и это будет нормально? Как вы считаете? Ну, один печальный опыт, Михаил, я уже представлял, по-моему, и он в интернете есть, об этом достаточно много написано по поводу того, но это, правда, происходило в 2003 году, когда вот как раз новая жизнь чикагская пришла в Нью-Йорк на волну 620 АМ. Это была такая затея по поводу организации вечера, как раз тогда Путин переизбирался в начале 2004 года, в марте были эти выборы, собрать покойного уже Сашу Литвиненко и Олега Даниловича Калугина на такой небольшой сборище здесь в Нью-Йорке, поскольку оба с ним, ну, как бы не с ним работали, но оба знают, как бы, его сферу работы. И все-таки Калугин, генерал-лейтенант КГБ, именно по этому направлению, как бы, по направлению внешней разведки в свое время был. Ну, а Литвиненко, покойный ныне, очень жаль этого человека, хороший был человек, немножко знал всю эту, ну, немножко знал снизу, немножко владел, как бы, информацией о нижнем белье, скажем так. Все это дело пытались собрать здесь, в Нью-Йорке, конечно, атака была страшная, атака была прежде всего от Аэрофлота, такая есть у нас организация, я не знаю, сколько в ней резидентов сидит легальных или нелегальных под маркой Аэрофлота, сколько резидентов сидит во Внешторге, я сегодня не знаю, представительство Внешторга России до сих пор существует здесь. Но, тем не менее, там под легальным, как бы, под легальным покрывалом скрыто очень много народа. Ну, и давление пошло совершенно страшное, оказалось, что некоторые наши бизнесы, довольно крупные, замешаны в этом деле, они стали снимать рекламу с радиостанции, ну, и многое-многое другое. Руководство радиостанции несколько забоялось тогда, скажем так, но не столько боялось руководство радиостанции, сколько, когда возникло все это дело. Руководство, Олег Данилович Калугин сказал, что, вы знаете, ребята, надо все это отменять, это стало опасным. Мы говорим, ну как, ну опасным, да кто нас, да здесь, в Нью-Йорке, да вы что, да почему, да как. Он говорит, ребята, надо отменять, вы журналисты, а я генерал-лейтенант КГБ, как-никак. И поэтому, если я говорю, надо отменять, надо отменять. Мы отменили все мероприятие, а что такое опасно, я понял через два года, когда получилась вот такая вот история с Лизвиненко. Значит, все-таки Олег Данилович, генерал-лейтенант КГБ и руководитель второго отдела, то есть внешней разведки, да бывший, он был все-таки прав и немножко мудрее и умнее нас. То есть он знал, с кем имеет дело. Вот такие вот опасности. Я не знаю, существуют ли они сейчас.